Господь, мы просим Тебя, чтобы этот Дух невероятного присутствия Твоего, Дух, когда мы находимся на груди у Тебя, Отец, когда мы чувствуем себя, как тот Сын, который в Писании говорит, пришёл в себя. Меня потрясают эти строчки Писания. Я понимаю, как много людей находится там же, где этот блудный сын, который ушёл из отчего дома, который упал ниже Плинтуса, но он пришёл в себя и сказал, я вернусь к отцу, пусть я не достоин быть сыном, но я хотя бы вернусь к нему. Как много людей из-за гордости не возвращаются к отцу, чтобы никто не узнал, что они так низко пали, что они просто потеряли всякое достоинство. Но Писание говорит, что он пришёл в себя. И у меня в сердце молитва сейчас с теми, кто ходатайствует о потерянных своих ушедших, родных и близких во имя Иисуса Христа. Пусть этот Дух, Дух Откровения, Господь, пусть этот Дух, который стучится в наше сердце, открой, открой, спусти меня, я принесу тебе вот это осознание, что вот он ты, приди в себя, приди в себя, опамятуйся во имя Иисуса Христа. Пусть этот Дух, пусть ангелы Божьи, они сейчас касаются детей, которые в каких-то злых компаниях, которые слушают наветы плохих людей, которые попали в тенета какие-то, в ловушки во имя Иисуса Христа. Пусть они придут в себя, пусть они вернутся к тебе, Отец, вернутся туда, где их поддержат. Боже, мы также молимся, чтобы были посланы Твои ангелы, Господи, были посланы Твои свидетели к ним на пути, чтобы они были отвращены от злых путей, чтобы пришли к ним свидетели, чтобы остановили их. Господи, поставь им ангела на дороге, поставь, как когда-то в лам со слицей, просто уперлись в ангела с огненным мечом во имя Иисуса Христа, Господь. Мы провозглашаем и высвобождаем эту власть, свободу, эту силу, Господь, чтобы Ты поставил преграду их путям, чтобы Ты поставил преграду их глазам, чтобы Ты просто разорвал небожеские вот эти преступные, коррупционные связи между теми людьми, из-за которых мы ходатайствуем и молимся, и злыми сообществами. Ты говоришь, злые сообщества развращают добрые нравы, Господь, разрушь, разрушь эту симпатию ложную, разрушь эту зависимость друг от друга, разрушь и выведи Твоих детей, Твоих людей из этих злых сообществ. Во имя Иисуса Христа, Господь, я благодарю Тебя, благодарю Тебя за то, что Ты силен, Ты могуч, Господь, за то, что Ты изливаешь свою благодать по молитве своих детей, матери, отцы, братья, сестры, жены и мужи, кто молится за своих близких и друзей. Господь слышит каждую молитву, каждая Ваша молитва активирует ангелов, каждая Ваша молитва приносит плод и строит стену защиты вокруг Ваших родных. Аллилуйя, Господь, Аллилуйя! Илья, передаю Тебе слово, мы в студии с пастором Сергеем Марининым, с Ильей Федоровым. Очень сильное слово, что касается «приди в себя», это правда, многим надо прийти в себя. И просто прийти в себя, осознать, что у нас есть Бог, это раз. Но и также кому-то нужно прийти в себя, что многие люди страдают от каких-то заболеваний, психических заболеваний, расстройства, шизофрения, может быть, что-то еще. То есть кто-то хочет прийти в себя, или у Вас дети страдают. И я вот хочу высвободить это слово, и также мы сейчас помолимся за это, чтобы вот Божья сила была высвобождена, и этот дух безумия, сумасшествия, всякое демоническое давление, оно вышло от вас. У нас есть свидетельство, когда сумасшедшие люди, в прямом смысле этого слова, были исцелены. И я вот сначала хочу сказать, что апостол Павел в одном месте Писания, в Римлянам, он сказал, что за то, что они не воздали славу Богу, как Богу, за то, что они его не прославили, как Бога, то он предал их превратному уму делать всякое беззаконие. И написано, что они обезумены, то есть стали безумны, стали сумасшедшие. Это одна из причин, почему люди сходят с ума, шизофрения приходит, и какие-то расстройства психические. И выход – это хвала, именно Богу хвала. Но также важно заметить, что в синодальном переводе написано «Бог предал их». То есть и нам кажется, вот кто-то думает, что Бог это сделал, что человек сходит с ума. Нет, дорогие друзья, написано там, что значит «предал», то есть что Бог оставил. То есть что если человек сам не хочет призвать Бога, если человек не хочет жить с Богом, то он просто оставляет. Тогда, когда Бог оставляет человека, человек открыт для бесов. И, конечно же, многие сходят с ума по причине, что они не хотят жить с Богом. И им, вот как этому блудному сыну, он сошел с ума. Там написано, что он сошел с ума. Он начал жить со свиньями. Буквально недавно у него отец, ну по тем временам описано «богатейший человек». Да, Востока. То есть у него было все. И представляете, он берет свою часть имения, уходит, все растранжиривает. То есть он сам отошел отца. Не то, что отец его взял, предал или выгнал его. Нет, он сам от него ушел. И написано, что он дошел до того, что жил со свиньями. Это просто невозможно, потому что в той культуре, то есть для нас это как бы нечистое животное. А для них это было как с больными жить. Просто вот как в тюрьме жить. Ну, простите, как в туалете. В общественном туалете залезть туда и жить там. Вот практик, то есть у него напрочь он сошел с ума. И вот он пришел в себя и пришел к Богу. И отец, конечно, его сразу принял. Но я сейчас не буду об этом историю рассказывать. Она очень глубокая. И вы должны понять, не Бог предает. Не Бог это навел на вас какое-то проклятие, дал вам болезнь или безумие. Нет. То есть это за то, что люди не хотят жить с Богом. И вот выход из этого. Я вам хочу сказать, то есть если вы страдаете, если вы боитесь, так же панические атаки, что вы там боитесь сойти с ума, боитесь умереть, боитесь за свое будущее, за жизнь. Дорогие, нам нужно начать хвалить Бога как Бога. Аминь. Именно как достоин Бог. Вот смотрите, мы можем Бога прославлять, но не как Бога. А вот знаете, есть так вот умеренно. Аллилуйя, слава Богу. Какого-то знакомого. Да, да, да. Но вы поймите, это Бог. И это даже не то, что Он нуждается. Чтобы вот мы, Ему все чести, почести. Это мы в этом нуждаемся. В этом есть величайшая сила. Сила освобождения. Я вам сейчас расскажу одну историю. Это факт, который реально произошел. Эксперимент даже сделали такой. Один служитель, христианин, пастор. Его попросили. Ну, то есть, как миссия их занималась разной работой. И вот они открыли такое направление, что служить сумасшедшим людям. То есть, просто вот ходить за ними, следить, умывать там их. Ну, то есть, помогать персоналу медицинскому. И он туда пришел, и Бог в него вложил такие там очень хорошие, сильные откровения, что они могут получить исцеление через слово. То есть, они должны просто слышать слово о Боге. Какой Бог. И он попросил медицинский персонал, хотя бы в это время, когда он там включает просто прославление. Какое, ну и хорошее прославление, поклонение, хвалу. И ему дали отделение для самых сумасшедших. Самых беспросветных. Самых вот именно, которые. Безнадежных. Да, там у них прорезиненные мягкие стены. Чтобы вот именно. Буйных. Буйных. То есть, вот самое все. Самое сумасшедшее. Ну и врачи разрешили ему, что пусть хоть все время там музыка, прославление играет. Кажется, для врачей они безнадежны были. То они там крики там были какие-то, а то хоть что-то играет. Да. И что самое интересное, прошел месяц. И после месяца начали происходить какие-то изменения. Именно какие-то изменения. Первое, они стали спокойнее. У них стала реакция другая на вот, ну, на. Окружающий мир. На окружающий мир, да. Прошел потом еще месяц, уже половину из них перевели в другое отделение. Для более уже таких спокойных. Это реальный факт. Это кто? Кто проявил? Я не помню имя вот этого священника, но это не в России произошло. Вот. И потом сами врачи увидели, что вот какое интересное влияние. И они уже разрешили для всей вот этой больницы. Тоже передача такая известные люди. известнейшие, которые ученые, психологи, которые говорили против Бога. Именно говорили. Есть прям... Подборка такая, да? Много историй. Много, да. Историй, подборка, да. Вот хотите, посмотрите там. И как закончили они жизнь свою? Все из них, все до одного сошли с ума. Сошли с ума. То есть вот они не захотели не то, что прославлять его. То есть они еще против него говорили. И Бог просто... Да, почему-то они не прославили. Он просто оставил. То есть они сами, да, отошли. И они обезумели. Они стали сумасшедшими людьми. И то же самое здесь. Мы должны понять. Одна из причин вот этих психических расстройств. То есть нам нужно научиться поклоняться, прославлять Бога. И как в этой больнице, что 90% пациентов выпустили в конце концов домой. Они получили полное исцеление. Слава тебе, Господь. Да, благодаря просто поклонению. Это, кажется, простая истина, но она такая глубокая. Она такая важная. Она такая сильная. Я высвобождаю сейчас положительную динамику. Я восстанавливаю твою душу. Я восстанавливаю твои внутренние органы во имя Иисуса Христа. Я чувствую сейчас, Бог особенно касается людей. Особенно женщин, которые проблемы, вот когда выпадают волосы. Я не знаю, как это называется. Во имя Иисуса Христа. Это проклятие уходит из твоей жизни. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Мы благодарны тебе. Я хочу подчеркнуть эту мысль, что каждый, каждый человек, он может, как вот этот блудный сын. Каждый. Это слово для каждого. Ты способен сейчас остановиться и принять Христа. Как вот этот блудный сын. Ты способен. Это слово для каждого. Потому что у тебя внутри Бог. И когда мы останавливаемся, просто так просто остановиться и сказать Богу. Сказать Богу все, что ты думаешь. И сказать Богу. Отец, прими меня. Прямо сейчас. Пускай это просто уединение. Оно сойдет на тебя. Это как точка отчета. Это точка благословения. Когда он одевает тебя снова. Он одевает этот перстень. Он одевает, он омывает твое сердце, твои ноги во имя Иисуса Христа. Это происходит прямо сейчас. Прими Христа. Ополнись. Приди в себя. Почему в себя? Потому что он в твоем сердце. Может быть, ты не чувствуешь. Может быть, ты потерял это. Какое-то время назад. Но он внутри тебя. Он был всегда. И он хочет. Он хочет твое сердце. Он хочет. Прямо сейчас. И я благословляю. Мы соглашаемся сейчас. И просто это любовь. Это свежий поток. Свежая, свежая, свежая вода. Этот поток. Этот дождь. Он течет. Он омывает тебя. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Дух Святой. Аллилуйя. Слава тебе. Аллилуйя. Ты знаешь, кому-то сейчас. Я вспоминаю одно свидетельство. Может быть, это сейчас слово для тебя. Мы однажды пришли мы молиться за одну семью. Я был так потрясен. Это такое проклятие. Когда мы зашли в этот дом, они не просто были, знаешь, вот, ну, вот что-то с мышлением такое. Весь дом был в такой грязи. И это вот, знаешь, чуть ли не крысы бегали по столам. Они жили вот прямо посреди этого. И они так нуждались вот в этом исцелении, в освобождении. Они были такие больные. У них больные были дети. Пять лет ребенок. У него полиумелит. Он весь не ходит. И, знаешь, Бог слово такое дал. Я подошел к матери. Я говорю, просто пообещай Богу, что ты наведешь порядок здесь. Просто помоешь полы. Просто снимешь эту паутину. И она послушалась. Представляешь, она все это сделала. И исцеление, освобождение стало приходить в дом. Это было так удивительно во имя Иисуса Христа. И ребенок ее, он сейчас ходит. Он, то есть, не совсем исцеление пришло, но он встал. Он не ходил без помощи специальных каких-то вот приспособлений, этих ходунков. Но сейчас все по-другому в этой семье. Просто, знаешь, я, когда мы ходим молиться за людей в дома, иногда вот грязь, просто грязь. Это вот удивительно. Ужасает, как ты так представляешь. Да, и вот, знаешь, вот такие вещи, что Бог не может дать больше, когда мы вот с этими вещами, очень маленькими вещами. Вот что прямо сейчас под твоей рукой, что прямо сейчас зависит, что ты можешь прямо сейчас что-то сделать, сделать какой-то шаг, что-то где-то прибраться, совершить правильный поступок. И Бог, Он благословит тебя во имя Иисуса Христа. Благословляю сейчас вот этих людей. Просто уберись сейчас в своем доме. Пускай придет через это какие-то вещи, упадут какие-то твердыни. Это будет сверхъестественно. Я просто чувствую это пророчески, я васвобождаю. Просто послушайся сейчас, как вот этот блудный сын, он остановился, и что-то произошло во имя Иисуса Христа. Да. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Субтитры подогнал «Симон»!